Вот уже 20 лет в России, каждое последнее воскресенье ноября празднуют День Матери. В этом году прекрасный повод сказать своему самому важному человеку в жизни простые теплые слова выпадает на 27 ноября. Алина Малиева подготовила ряд событий, где вы сможете хорошо провести время не только со своей мамой, но и с друзьями. Есть слово. Современный спектакль новосибирской труппы в жанре плейбэк пройдет в субботу вечером. Театральное действие в прямом смысле слова создаются на ваших глазах и с ваших слов. Актеры слушают историю зрителей и тут же без подготовки показывают их на сцене в виде небольшого перфоманса в сопровождении музыки. Совместить несовместимое возможно. Это докажет музыканты рок-группы «Резонанс». Они исполняют свои композиции под сопровождение камерного оркестра. Музыкальный эксперимент обещает быть интересным. Ледовые забавы. В этом году для любителей покататься на коньках будут работать около 200 ледовых площадок. Запоминайте, самый большой каток площадью почти 20 тысяч квадратных метров расположен на острове Таташев. Самый популярный находится в парке Горького и на острове Отдыха. А вот самое теплое место ледовых развлечений – это крытый каток в спортивном комплексе «Арена Север» и в Ледовом дворце «Рассвет». Уже сейчас красноярцы могут начинать готовиться к Новому году и украшать свои дворы. На кону хороший приз. Объявляем о старте проекта «Елки-2». Редакция новостей седьмого канала начинает поиск самой необычной елки снежного городка и снеговика. Присылайте на электронный адрес, указанный на экране, фото и видео того, что получилось. А жюри выберет победителя. Все подробности на сайте trk7.ru Партнеры проекта «Елки-2» – сибирская генерирующая компания и городская управляющая компания «Жилфонд». На этом все. Следите за афишей. С вами была Алина Малиева. Хороших вам выходных!